Спонсор показа Манчкин Шон Бин считается человеком-спойлером. Все говорят, что его герои часто умирают. Это не совсем так. Он даже не входит в число самых умирающих актеров Голливуда. В этом видео мы расскажем о людях-спойлерах, которые умирали на экране чаще, чем Шон Бин. Внимание, это видео про смерти, так что берегитесь спойлеров. Для начала вспомним о смертях самого Шона Бина. Репутация человека-спойлера окончательно закрепилась за ним после роли Неда Старка в «Игре престолов». Казнь главного героя в первом же сезоне потрясла всех, кто не читал книгу. Люди сразу вспомнили, что герои Бина умирают часто и кроваво. Например, Баромир во «Властелине колец» геройски пал пронзенной стрелами. В «Золотом глазе» на Бину уронили огромную антенну, в «Играх патриотов» проткнули якорем, в «Острове» повесили на крюке, а в «Черной смерти» четвертовали. Всего мы насчитали 26 смертей. Неплохо, но не так много, как у других участников нашего ТОПа. У шведа Макса фон Сюдова особые отношения со смертью. Еще до переезда в Голливуд он играл с ней в шахматы в драме «Седьмая печать» и проиграл свою жизнь. В ужастике «Изгоняющий дьявола» его довела до инфаркта одержимая девочка. В «Дюне» его бросили умирать в пустыне. Флэш Гордон раздавил его летающим кораблем. Пробуждение силы начинается с его смерти от рук Кайло Рена. Он погиб, спасая судью Дреда от каннибалов, а в особом мнении застрелился сам. Ну а самая свежая смерть фон Сюдова произошла в шестом сезоне «Игры престолов». Так что Макс побил Шона Бина на его же территории. Микки Рурк погибает не больше всех, но чаще всех в нашем топе. Из голливудских звезд у него самая высокая смертность в процентном соотношении. Он умирает примерно в каждом третьем своем фильме. Куда там Шон Убину? И почти всегда это насильственная смерть. Рурка застрелили в фильмах «Однажды в Мексике», «Домино», «Курьер» и многих других. Его Марв из «Города грехов» был казнен на электрическом стуле. В фэнтези «Война богов бессмертные» его заколол античный бог Тесей. А в «Железном человеке 2» он взорвался, пытаясь убить Тони Старка. Половину смерти мы засчитали Рурку за фильм «Рестлер». В финале не показана гибель героя, но, учитывая его проблемы с сердцем, она более чем вероятна. Перерой землю на мире вокруг, я найду твой ящик с землей и вгоню кол в твое сердце, граф Дракула. Венгр Белла Лугоши прославился ролями в фильмах ужасов. Он постоянно играл вампиров и злодеев, которые гибли от рук героев. Его самая известная роль – Дракула в одноименном фильме. И в финале графа пронзили колом. В фильме «Белый зомби» Беллу сбросили со скалы, а в «Черной пятнице» погребли заживо. Он дважды играл горбуна Игоря, и оба раза этого героя убивали. В общем, в старых черно-белых ужасах Лугоши то и дело смачно умирал. Увы, последний его персонаж погиб в худшем фильме всех времен – печально известном «Плане 9» из «Глубокого космоса». Но Белла этого не увидел. Еще до премьеры он умер по-настоящему. Винсент Прайс тоже был иконой хоррора, и его постоянно убивали. В фильме «Великий инквизитор» его герой поплатился за охоту на вень. В «Последнем человеке на земле» Прайса убивают вампиры, в которых превратилось человечество. В «Десяти заповедях» его задушил пророк Моисей. В «Театре крови» он покончил с собой, воскрес и снова покончил с собой. Он сыграл разных героев в двух версиях «Башни смерти» и оба раза погиб. А уж как Прайс умирал в экранизациях Эдгара По? Дом Ашеров, колодец и маятник, маска Красной смерти – всех и не упомнишь. Ну а последняя смерть Прайса вышла очень трогательной. Тим Бёртон пригласил своего кумира сыграть в фильме «Эдвард. Руки-ножницы». Винсент исполнил роль ученого, который создал Эдварда, но не успел дать ему нормальные руки. «Движется! Он жив! Он жив! 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 Жив!» Еще один мастер ужасов Уильям Генри Пратт снимался под именем Борис Карлов. Он стал известен по роли чудовища Франкенштейна, который в финале сожгли на мельнице. Позже в «Доме Франкенштейна» Карлов сыграл безумного ученого, которого убил тот самый монстр. А в «Черной комнате» он исполнил роли двух близнецов, и оба погибли. Карлов и Лугоши были вечными соперниками и часто снимались вместе. В «Ужастике черный кот» Беллу убил Бориса, а в «Невидимом луче» наоборот. В «Вороне» 35-го года они убили друг друга, а в комедии «Вы узнаете» вместе взорвались. И все-таки в нашем топе «Впереди Карлов». В его фильмографии мы насчитали на 8 смертей больше. Сэр Кристофер Ли исполнил более 200 ролей. Играл он обычно злодеев и умирал очень часто. Он больше 10 раз играл Дракулу, и, как правило, дело заканчивалось очередной гибелью графа. Ли убивали в фильмах «Мумия», «Проклятие Франкенштейна», «Распутин безумный монах» и даже в детской сказке «Мио мой мио». В роли графа Дуку в «Звездных войнах» он погиб от руки Энакина. А озвученному им бармаглоту отрубила голову Алиса в «Стране чудес». В число смертей Ли мы включили гибель Сарумана из расширенной вселенной «Властелина колец». Для этой сцены Кристофер сам подбирал звук удара ножом. Он сражался во Второй мировой и знал, как звучит настоящее убийство. В наш топ не вошла ни одна актриса. Сценаристы не любят убивать женщин на экране. Но есть два исключения. Героини Шарли Стерон умирали как минимум 15 раз, в том числе в фильмах «Прометей», «Адвокат дьявола», «Дорога» и обеих частях «Белоснежки и охотника». Но звание самой умирающей актрисы мы присуждаем Шелли Винтерс, игравшей в Лолите, Кубрика и многих нуарных детективах. Ее героини умирали 19 раз. Китайский каскадер Аль Леонг играет эпизодических злодеев и погибает почти всегда. Из 46 фильмов он был убит минимум в 24, в том числе «Крепком орешке» и «Смертельном оружии». Так что в процентах Лео смертнее, чем любой участник нашего топа. Ну а если считать озвучку мультфильмов, то безоговорочным лидером будет Мэтт Стоун, озвучивший Кенни в Южном парке. Его персонажа убили более ста раз. Сволочи! Настоящий человек-спойлер — это не Шон Бен. Это Джон Хёрд. Именно он умирал на экране наибольшее число раз. И порой это получалось очень ярко. Хёрд — единственный, из кого чужой вылупился дважды. Сперва по-серьезному в фильме «Чужой», а потом Джонс пародировал эту сцену в комедии «Космические яйца». Именно Хёрд был под маской человека-слона, умершего от стражной болезни. Он был диктатором, убитым в «В» значит «Вендетта» и приемным отцом Хеллбоя, павшим от рук нациста. Он был доктором, кто в телефильме «День доктора» и переродился в финале. В антиутопии сквозь снег его казнили злодеи. О фильме «Контакт» он умер от старости, зато в космосе. Недавно Хёрд сыграл умирающего вампира в драме «Выживут только любовники» и был раздавлен статуей в Геракле. Сэр Джон Хёрд — самый умирающий актер Голливуда. По числу смертей он превосходит Шона Бина почти вдвое. Ну а в реальности он жив-здоров и, несмотря на возраст, снимается в новых фильмах. Так что пожелаем мистеру Хёрду умирать еще много-много раз. У него это отлично получается. Шон Бин считается «Человеком-спойлером». Все говорят, что... Для начала вспомним о смертях самого Шона Бина. Репутация «Человека-спойлера» окончательно закрепилась за ним после роли Неда Старка в «Игре престолов». Казнь главного героя в первом-то видео про смерти. Так что берегитесь спойлеров. Спонсор показа — Манчкин. Настольная игра, в которой высмеиваются самые бородатые фэнтези-стереотипы. Напеливайте шмот и отправляйтесь в подземелье вместе с друзьями за славой и сокровищем. Его герои часто умирают. Это не совсем так. Он даже не входит в число самых умирающих актеров Голливуда. В этом видео мы расскажем о людях-спойлерах, которые умирали на экране чаще, чем Шон Бин. Внимание!